Всем ребят привет! Сегодня будет классный видеосюжет состоять из нескольких частей, потому что файлов огромное количество, затем очень много находок, которые я заснял. В общем, не обессудьте, но видео будет состоять из нескольких частей, минут по 15, по 20, по 30, вот, так что, наверное, поймете меня. Что интересно, были классные, просто шедевральные находки, я бы не сказал, что сенсации, что бомбы, как на предыдущих была двушка 25-го, но находки очень приятные, классные, так что приятного вам просмотра. Ну, не забываем ставить пальчик вверху за трудосторания, если не подписан, то подписывайся. Смотрим, будет очень интересно и весело. Итак, ребят, всем привет! Сегодня у нас очередной выезд в ту же самую деревню. Как вы видите, народ за спиной, уже куча. Раз, два, три, четыре, пять, шесть машин и чуть позже еще приедут люди. Сегодня будет очень интересное видео тем, что сегодня я буду испытывать новый прибор в деле, об этом чуть позже. Камрады уже с ночи ковыряются и у них уже есть шикарные находки. Об этих находках, ребят, сейчас вам обязательно покажу, потому что это уже сенсация. Только приехал и мне сразу предоставляют сенсационные находки. Ну, в чем сенсация? Ну, очень приятные находочки, которые я как бы никогда не поднимал. И для меня все шикарно, то, что я в руках еще никогда не держал. Так что приятного вам просмотра. Остальная делегация приедет чуть позже. Серега Рустик. Вот, кстати, Серега сегодня именинник. И мы решили, в частности, я решил ему сделать сюрприз. И кое-какие люди мне поддержали в этом. Так что тоже будет приятный сюрприз для Сереги. Мы ему приготовили подарок. У него был день рождения, и мы решили это немножко отметить. Ну, и проставляться он тоже сегодня будет. Так что смотрим, видео будет интересно и весело. Что, ребят, первый видеосюжет начнется, пожалуй, с находки, который сделал портовый. Я его назвал портовым, потому что он не так давно поднял копеечку. Две копейки 25-го года. И вот сейчас... Ох, давай налево! Ох, давай налево! Ну, поправим, я думаю. Ух ты! Ух ты! Целый с ухом, но он лопатой, смотрите, засадил по ней. Теперь только выпрямляйте, нагревая. Блинский! Твою дивизию! Ребят, а сейчас немного об этом складне. Подобный складень мне уже доводилось держать в руках. Это случилось зимой, при шурфе в доме. И когда такие вещи, поднимающие земли, восторгу и эмоциям нет предела. А, ребята! Ну что? Смотрите, что, ребята! Смотрите, что откопал! Я думал, облом, а это целый складень. Осторожно! Смотрите, целый! Есть! Осторожно! Не отк... Откисать! Нет, да, откисать! Да, да, да. Ребят, это створка с двумя... Тремя... Целый, е... ты мать! Он целый! Офиг... Опа, смотрите! Есть! Этот складень буквально сто лет никто не открывал. Я первый, кто открыл его, ребята! И сейчас я вам покажу и расскажу, что я сделал со своей находкой. Надеюсь, и Евгений сможет отреставрировать и дать новую жизнь этому складню. Приятного вам просмотра! А в руках у меня старинный трехстворчатый складень 18-19 век. Николай Чудотворец Можайский. Сверху центральные створки украшено изображением. Образа нерукотворного. В центре иконы изображен святой Николай Чудотворец. Правая рука, которая поднимает меч. Левая рука его держит православный храм. По сторонам от святого Николая изображение Иисуса Христа и святой Богородицы. Надеюсь, вам понравилась моя работа, как я отреставрировал данную старинную меч. Ну что, ребята, Деус поднял вот такую цепочечку. Очень любопытная. Так, крепеж есть? Что-то какая-то древесина тут. Что-то висел на ней. Да, вот такая цепочечка. Вот такой один, а не мой, висел. Интересненькая, интересненькая. Такая-то толстенькая. Ну, любопытно. Любопытно. Все, ладно. Вот такой шуфик, и он зачетный. Итак, ребята, у фартового фундамент зачетный. Вот такой пятак. 1879-й. Блин, неплохой так внешний вид. Единственное, что вот здесь вот зелень, коросты. Но в целом не затертый. Приятно. Рядом Дуся крякает. Действительно, Дуся. Кря-кря-кря-кря. Давай. Ну, фундамент, в принципе, дает. Прикольно. Зачет. Ну что, ребят, вернулся я вот к этому вот человеку фартовому. Добрый день. Добрый день, добрый день. Проставляться опять будешь. Проставляться сегодня. У него, смотрите, что выпало. Медаль. Что здесь написано? А что там написано у вас? Что там? Медаль, что у нас? Не нам, не вам. Не нам, не вам. 1877-й. 1870-й какой-то. В общем, медалька интересная. Если действительно я найду про нее информацию, вы ее увидите. Возможно, действительно медаль стоящая. Я как бы не подымал, не интересовался, но сейчас держу в руках. Историю данной медали я прямо сейчас прикреплю. Так что будем знать. Приятного просмотра. Медаль в памяти русско-турецкой войны. 1877-1878 год. Государственная награда Российской империи. Для награждения лиц, имевшие отношение к русско-турецкой войне. Медаль учреждена по указу императора Александра II. Апрель 1878 года. Всего было учреждено три вида наград. Из серебра, светлой бронзы и темной бронзы. Серебряная награда считалась самой авторитетной. К ней представлялись внаслужащие разных чинов. Обронявшие Шибковский перевал, штурмовавшие крепость Карс и блокированных в Боязете. Общее количество достойных серебряной награды составляет 83 334 человека. Аналог из светлой бронзы вручался в рядовому составу, а другим войскам-чинам, включая генералов. Служащим морских и милицейских ведомств. Волонтерам и ополченцам из Болгарии, участвующих в боях. Военным и гражданским чиновникам, служащих при войсках. Медперсоналу и священникам. Общее количество врученных таких медалей превышает 635 921 награду. Знаки темной бронзы вручались лауреатам, которые не участвовали в боях, но имели отношение к русско-турецкой войне. Таких награждений было 335 424 награды. На аверсе медали высечен шестиконечный православный крест. Он установлен на поверженном полумесяце, религиозном символе мусульман. Вокруг креста солнечные лучи, расходящие в разные стороны. Слева и справа от креста даты войны. На аверсе надпись «Не нам, не нам, а имя твоему». Надпись занимает 4 строки. Ее обрамляет лавровый венок. Использована в оформлении фразы часть библейской цитаты. Диаметр серебряных и бронзовых медалей одинаковый – 27 мм. С обоих сторон по окружности проложен толстый кант, выступающий над краем. Стоимость оригинальных наград составляет от 5 до 15 тысяч рублей, в зависимости от металлоизготовления, ну и, конечно же, степени сохранности. Ну а сейчас продолжаем смотреть. Возможно, что-то еще интересное выпадет, связанное с нашей историей. Итак, ребят, Павел домой собирается. Ну, ему сегодня фортанул. Он тоже первый раз приехал на шурф. Да-да, как и вон тот чувак, Женя который. И вот, сегодня Павел тоже приехал впервые на шурф. И, знаете, с фундамента он поднял. Да ладно, пряжечка, ребят. Офигеть. Пряжка-орлянка. Так, крепежи на месте. Сохран неплохой, не затертый. Вообще зачет. Так, давайте вкусненько оставим на потом. Копеечка. Александровская. Неплохая, не частая. Вот это приятная находка. Николашки. Трешка банальная. Двушка затертая. Это так-так-так. Ничего сверхъестественного нету. Так, советики. Советики. Крестик. Штамповочка. Обычный. К сожалению, с дыркой. Ну и смотрите. Домой у нас Павел поедет. С дорогой монетой. Вот из таких камрадов цены на такие монеты падают. И падает. Было 9, как я помню, продавал. А сейчас они 5 стоят. Сохран монеты неплохой, хочу сказать. Хороший сохранчик. Цена такой монеты. Ну, цена от трех. От трех тысяч точно будет. Вот почистится. Будет бодренько. Вот очередная сенсация, ребята. Не успел я даже прибору расчехлить. Это очередная сенсация. Приятно. Конечно, приятно. Павел, передай всем привет. Может кто тебя узнает, смотрит. Вот. Ну, так он вот копа мобили ездит. Действительно, копа мобили. Паш, откуда самара? Да и сам. Копаешь часто? Нет. Первый раз на шурфе. На шурфе первый раз. Ну, конечно, на шурфе с Дуси, конечно, никто не шурфит, наверное. Вот. Так что, ладно. Пожелаем, Паш, в дальнейшем успехов. Надеюсь, не в первый раз к нам приехал, присоединился. Так что, ладно. Давай, Паш, удачи. Удачи. Ну, а мы будем продолжать шурфить. Ну, что, ребята, ванишь? Нашел первое. Хорошее. Это серебро, ребята. 10 копеек серебряные с СССР. Вот из такой глубины. В принципе, я считаю, что глубоко. Звенит классно. Верховое, ребят, верховое. Тут ходили, бродили. Ну, вот верховое попалось. Зачетно. Ребят, ванишь с почином. Первая находка и серебро. Прикольно. Итак, ребята, вторая находка. И ее Кинг вот отсюда у меня забрал. Вот она, смотрите. Ох, смотрите, что. Это латунный замочек. С надписью. Твою налево. Давненько я такой не поднимал. Давненько. Наверное, надпись, наверное, братья Чилини. Или что-то в этом роде. Охарев. Только чистка покажет. Блин, замочек бы еще. Ключик найти от него. Блин, вообще в хорошем таком бутном сохранчике. Вот что надо искать. Ищи. Ищи. Ох. Две находки. И прям классные. Прикольно. Кругом ямки, ребята. Кругом ямки. Здесь хожено. Зачет. Продолжаем. Так, ребята, сигнал был чистейший. Как вы видели, я делал обзор. Если пятак катен 37-38, здесь тоже так же. Вот на этой маленькой ямке. Вот смотрите. Выпало вот это. И я надеялся, что это монета. Вот. Но она выскочила и упала подалее. Подалее. Вот смотрите. Вот она. Уйди. Уйди. Ух ты. 1871 год. Пятак. Вот это мультичастотник. Офигеть, ребята. Три находки. Три сигнала, которые я стал копать. Копнул. Копнул. И вон там копнул. Три находки. Три сигнала. Очуметь. Вот это да. Вот это я потрясен, если честно. Блин, честно, потрясен. Ладно, посмотрим, поживем. Увидим, что это. Может быть, этот фундамент, ребята, надо будет шутить ночью. Ладно, продолжаем. Ну что, ребята, из этой ямы снова очередная монета. И эта монета царская. Не знаю, почему-то у меня только порут царские монеты. Все из благородных металлов. Советы. Что-то как-то не попадается. Может быть, надо проверить, как они звучат в совете. Может, я их просто пропускаю. Вот такая вот монетка. Зачет. Зачет. Второй царь. Ну что, ребята, очередная монета. Очередная монета. И снова на полштыка. И это у нас снова царская копеечка. 1881 год. Я даже не знаю, что и говорить, ребята. Не знаю, что и говорить. Прям зачем? Я прям удивлен, насколько честно. Да, удивлен. Пацаны шурфят. Пока ничего нету. Женька спать пошел. Часочек поспит, говорит. А у меня вот монеты. Ладно, продолжаем. Меховые собираем. Итак, ребята, я продолжаю ходить по верхам. Зацепился за сигнал. Думал, железяка. Палец порезал даже. А тут, смотрите, что. Ах ты, блин. Ладно, смотрите, что. Это, ребята. Видите, как я его черпанул? Это иконы. Ух ты, блин. Офигенная вещеца, блин. Это от икона, ребята. Позолочено. Белый, такой желтый металл, видно. А здесь я подрезал. Проглядывается латунь. Блин, вот это вещь. Офигеть. Вверха, ребята, вверха. Здесь миллион раз ходили. Ладно, продолжаем. Итак, ребята, у нас уже начинается вечер. Уже готовим костер. Начинаем уже, как говорится, шашлык жарить. Горячительные напитки уже разливаем. Вы знаете, у нас как бы ряды пополняются. Все больше и больше машин. Еще четыре машины должны прийти. Вот, мы их ждем. И у нас один камрад уезжает, к сожалению. Работа, дела. И я хочу показать то, что он откопал. Откопал до меня. Поднял шурфа. Находки. Во. Не много, но классные. Бомба. Так, это у нас Игорян. У него немного, но у него все сегодня, смотрите, по металлопластике. Первое. Вот такая шикарная вещица. Я попробую найти информацию по данному значку. И в видео приложить, что данная вещь у нас отыскалась. С закруткой была. Ребят, а значок оказывается довольно-таки интересный. Имеется несколько разновидностей. Разновидность в белом металле серебро и разновидность именно в бронзе. В хорошем сохране, как вы сейчас видите, значок очень красивый и довольно-таки интересный. На значке имеется надпись. ПСТР СССР. Но почему-то 1919 год. Профсоюз транспортных рабочих. Объясните, пожалуйста, почему с СССР и надпись 1919. Пишите в комментарии. Будет интересно узнать, что означает данная надпись. Сохран неплохой. Дальше. Находка банальная. ВЛКСМ. Это ранее. И вот такая просто шедевр. А-3, ребята. За веру царя Отечества. Вообще. Они бывают тонкие, а это, смотрите, в толстом металле. Вообще шикарная вещица. Но об этой находке, об этом кресте, ополченцы за веру царя Отечества. Если вам интересна история данного знака, то обязательно пишите в комментарии. Я буду знать, что вы действительно заинтересовались такой находкой. И я вам об ней все расскажу. Кто-то говорит, что деревня выбита. Кстати, Игорь, ты говорил в том году, да? Деревня? Да ну нахрен вашу деревню беспонтовую. Вот так вот беспонтовая. Копеечка 25-го сегодня вылетела. Вот такой вот крест Игорь поднял. Вообще зачетный. Блин, шикарный вообще. Наростов нету. Ну, бутылочка маленькая. По советикам. И по царям у него получилось вот так вот. Одна. Это что это у нас? А, это копеечка, серебро 1840-го года. В окислых, к сожалению, сохран плохой. Так, обломок с кольца серебряного. Советики. Что у нас тут по советикам? Советики, 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 советики. Пятаков нету, трешки в основном. Двадцатка 38-го. Как-то вот так вот. Пуговка-гирька. Очень интересная. Да, неплохо. В принципе, неплохой такой, знаете, выход получился у Игоря. Достаточно продуктивно. Особенно вот по металлопластике. Просто шедевр, ребята. Просто красота. Ладно, Игоря, пока. Итак, ребят, ну что, еще две машины приехали. Итого у нас уже, ребят, много, вообще много. Рустик приехал, мы его ждали, ждали до последнего. Серега вот встречает гостей. Вот с этой хреновиной. Непрошенных гостей. Кто у нас непрошенный? Парамон? Пошли за кусок. На-на-на-на, по тебе, блин. Че это? Че это, Кинг? Дураки, а? Это дураки на умовы, да. На умовы дураки. Ладно, ну сегодня что? Наверное, еще одна, может быть, машина подъедет. Ну, а в целом, мы уже готовы, ребят. Уже готовы к ночному копу. Итак, ребят, сегодня очередной повод поздравить одного комрада нашего сообщества поиска 63. Это Серега, который копает с нами очень часто. У него вчера был день рождения. И мы от лица своего, вот, нашего вот, круга Михалыч, Дэн, Женька, я, Диман и, в общем, Диман Юданов, который не присутствует, Илюха, мы решили Серегу поздравить. Поздравить именно с датой и поздравить вот именно вот таким вот. Специально подобрал вот детский такой девчачий бантик. Ну, понимаешь, я с юмором подхожу. Я сейчас покраснею. Так, что, Серега, под цвет построю. Давай, давай. Спасибо, пацаны. Можно прямо сейчас открыть? Да можно. Не просто открыть. А-а-а! Смотри, смотри. Ух ты! А-а-а! Смотри, что! Ярик, он уже с логотипом. Все пальцы себе обколол, Сережа. Пока пришивал его. Ну, прям. Блин, ребят, пока мы выпиваем, Сергей примеряет. Ребят, я сейчас расплачусь, честное слово. Не плачь, не плачь, не плачь. Иди, оденься. Пойду примерю. Все, ребята. Ну, а мы, пока он примеряет, мы бахнем немножечко за его здоровье. Прям чуть-чуть, ребята. Итак, ребята, подарок мы сделали. Серега примерил. С размерами я угадал. Прям все шикарно. Чего там у тебя на левом плече? Штанишки. Сережа. Опа-на! Здесь у нас вот еще логотип от нашего сообщества. Смотрите, красавчик. С размером угадал. Ты доволен? На все сто. Кстати, тебе еще один подарок подарили? С днём рождения. С днём подарок. Да, ребята, еще один есть подарок небольшой. Значит, большого можно подпадать. Точно, у него, смотрите, какой. Ай-яй-яй, смотрите, какую мачете. Вот это, да, за грибами ходить, да? Или что, монеты копать их? Все, в чем бы. Грибы, чтобы не нагибаться. Классно. Кстати, с нами сегодня единственная девочка. Это Татьяна. Танюш, передавай всем привет. Всем привет. Наше золото сегодня будет радовать глаза всех наших комрадов. Уже комрады ушли на шурф на ночной. Рустик, слышите, ребята, слышите? Рустик готовится к ночи. Тащит, копает дрова на ночь. Я вам уже говорил, что Рустик у нас обожает огонь, костер. И он просто-просто обожает. Ну и Кинг его тоже обожает, ребята. Рустик. Рустик с ним играет, как ребенок. Ладно, ребята, а мы, наверное, продолжаем. При новой какой-нибудь интересной находке, кстати, вот там команда приехала, это Дмитрий в поисках сокровищ. Переодевается и тоже будут копать сегодня вместе с нами. Русо, привет, народ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова